В рейтинге Doing Business 2013, составленном в мае 2012 года, Казахстан занимает 155 место по индикатору получения разрешения на строительство. При определении рейтинга не были учтены меры, принятые в прошлом году в части соглашения разрешительных процедур. В этот период были исключены следующие процедуры. Первое. Требование о предоставлении разрешения на использование под строительство земельного участка. Ранний заказчик, имеющий право на земельный участок, повторно должен был обращаться в местные органы за получение разрешения на использование земельного участка под строительство. Следующее. Процедура утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию. Ранний акт приемки объекта подлежал утверждению, и срок данной процедуры неректно составлял более одного месяца. Необходимость рабочей комиссии при приемке объекта в эксплуатацию приемочной комиссии. Ранний заказчик обязан был проводить рабочую комиссию перед приемочной комиссией. И мы исключили привлечение технодзора со стороны при наличии собственного технодзора. С учетом этих изменений, время для получения разрешения сократилось бы на 53 дня, а стоимость процедур уменьшилась на 800 тысяч тенге. В этом случае позиция Казахстана в рейтинге Doing Business 2013 была бы выше. И мы так рассчитывали, что на 53 пункта. Однако эти изменения в рейтинге Doing Business 2013 учтены не были. Мы считаем, что они будут приняты во внимание в рейтинге Doing Business 2014 года. В настоящее время продолжаются работы по оптимизации административных барьеров. В частности, отрабатываются предложения по исключению процедуры комиссионной приемки объекта в эксплуатацию. Планируется внедрить механизм выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию по принципу одного окна. Это исключит для заявителя необходимость получения более десятка согласований в различных инспекциях. При этом будет установлена персональная ответственность заказчика, подрядчика, технического и авторского надзора. Также ведется работа в рамках утвержденного комплексного плана получения индикаторов рейтинга Doing Business на 2013 год. Планом предусмотрены следующие мероприятия. Первое. Рассматривается предложение по исключению требований обязательного согласования проектно-сметной документации с отраслевыми государственными органами. Это имеется в виду экологическое, санитарно-эпидемиологическое, энергетическое. Все это можно делать в государственной экспертизе. По данному пункту нами проведен анализ всех процедур и предложения были направлены в Министерство экономической развитии и торговли. Второе. Выработка предложений по приведению в соответствии сроку выдачи технических условий со сроками выдачи архитектурно-планировочных заданий в соответствии с правилами оформления и выдачи исходных материалов для проектированных объектов строительства. Срок рассмотрения заявлений на выдачу архитектурно-планировочного задания и технических условий не должен превышать 8 дней и 15 дней для технически сложных объектов. В этой связи совместно с отраслевыми министерствами подготовлены предложения по совершенствованию процедуры получения технических условий на подключение к источникам инженерного обеспечения. В соответствии с планом мероприятия изменения планируется внедрить до конца второго квартала 2013 года. Кроме того, заинтересованными госорганами совместно с Министерством юстиции будет проведен анализ организационно-правовых форм монополистов-поставщиков услуг и проработан вопрос повышения их ответственности. Третье. Выработка предложений по совершенствованию процедуры предоставления права на земельный участок. В соответствии со статьей 43 земельного кодекса общий срок рассмотрения заявлений на предоставление земельного участка составляет до двух месяцев. Но в связи с отсутствием строго установленных сроков разработки землеустроительного проекта решение вопроса может затянуться и на полгода. В случае выработки единого мнения по этому вопросу процесс предоставления права на земельные участки для строительства объекта может быть сокращен до полутора месяцев. В заключении хочу отметить, что рейтинг бизнеса Всемирного банка и работа по его улучшению в соответствии с поручением правительства позволяет нам выявлять и устранять барьеры, которые реально мешают развитию строительного рынка. При этом дальнейшее сокращение разрешительных процедур в данной сфере мы будем проводить постепенно и планомерно, исключая риск снижения качества проектированной строительства, не допуская снижения требований безопасности зданий и сооружений. По информации Всемирного банка, итоги рейтинга Doing Business проводятся на основе опроса к респондентам только в городе Алматы. По этому акимату города Алматы необходимо принять конкретные меры по соблюдению норм законодательства по разрешительным процедурам. Со своей стороны, мы готовы оказать помощь в организации работ по инвентаризации и совершенствованию разрешительной системы. Благодарю за внимание.